Это закаты, падения тамплиеров. Во-первых, начинаются неудачные крестовые походы. Вот какой был первый блестящий, второй, третий, ну так всяк, а с четвертого по восьмой вообще какая-то сплошная катастрофа. И случаются постепенные потери владений, при этом они еще враждуются орденом госпитальеров, им предлагают шлиться в один орден, они не хотят. Но деньги продолжают пребывать. И все на тамплиеров злятся, и папа, и король. И, соответственно, зависть получается. Ну, четвертый поход крестовый, это, как я вам говорила, они шли на святую землю, а сделать хотел грозу, а получил козу. И вместо этого разгребли Константинополь. Но потом в 12-м году вообще происходит катастрофа. Как вот, помните, беднота еще до первого крестового похода ломанулась там в святую землю. А тут подростки собрались. Называется крестовый поход детей. Ну, естественно, их там тоже всех турки перебили. Вот. Пятый поход на Египет – опять неудача. Шестой поход. Ну, вроде как, получают Иерусалим назад по соглашению. Но буквально через 10 лет он опять возвращается к сарацинам. При этом еще в Египте приходят к власти так называемые мамилюки. Эти мамилюки – это были рабы в Египте, которые взбунтовались и в итоге взяли себе полную власть. Причем эти рабы, ну, вот сейчас есть предположение, что это чеченцы. Вот. Ну, сами понимаете, с чеченцами так не очень приятно воевать, как мы все с вами знаем. Потом в 13 веке был такой король Людойк Святой. Людойк Девятый, которого потом причислили к лику святых. Он был очень набожный. В частности, купил для Парижа терновый венец Христа и так далее. И вот, значит, ходил два раза в крестовый поход. И образ очень неудачный. В первый раз он попал в плен. И как раз тамплиеры его выкупили на свои деньги за огромную совершенно сумму, которую с тех пор французская корона должна была тамплиером. Ну, это тоже будет одной из причин их падения. Вот. И когда он шел в этот крестовый поход, он даже основал специальный порт. Порт-Ле-Гро. Будем его смотреть, когда про Катаров будем говорить. И его выкупили, но он потом еще раз поперся в крестовый поход уже восьмой. И на этот раз умер от чумы в Тунисе. Ну, где его и канонизировали. И постепенно теряют латинские владения, теряют один за другим самые крупные замки. А замки таки были ничего. Вот смотрите, какой впечатляющий замок Крак. Который, правда, принадлежал госпитальерам. Ну, это вот типичный такой пример, как выглядели замки на Святой Земле. Они до сих пор есть там в Сирии, например. Ну, в общем, вот там по побережью. Вот. И в конце концов, латинским владением на Святой Земле в 1291 году приходит конец. С падением их последнего города Акры. И великий магистр ордена Гильом де Божье. Помните, которого могила была найдена пустой в Париже. Сейчас расскажу, как в Париж. По идее он попал. Он, значит, погибает там в Акре. Башня обваливается, убивая одновременно кучу народу и тех других. И кто уже выживает, тамплиеры и госпитальеры, все уплывают на Кипр. Который, как мы помним, тамплиеры вовремя купили у Ричарда Львиное сердце. Вот. Вот это на Кипре. Там тоже есть у них свой замок со своей церковью. То есть большая резиденция. И, по сути дела, та резиденция, которая у них сначала была в Иерусалиме, а потом в Акре, переносится на Кипр. Да, поэтому есть предположение, кстати, что вот эти свои сокровища, которые у них были на Востоке, они даже в Париж и не переволакивали, да, а просто все тихо схоронили на Кипре. Поэтому на Кипре тоже есть искатели сокровищ. Ну, остаются они там недолго. В 1306 году тамплиеры покидают Кипр и переезжают в Париж, в свою основную штаб-квартиру. И незадолго до этого переезда великим магистром избирают рыцаря Жака Дамалет, который будет дальнейшим нашим героем. Вот, а госпитальеры там остаются, это как бы становится их территорией, тамплиеры им продают. Вот, они заодно еще покупают остров Родос, свою резиденцию делают там. И в 16 веке, когда становится очень нестабильная обстановка даже и на Родосе, император Карл V им дарит Мальту. И долгие века этот орден находится на Мальте, а сейчас он находится в Риме. Вот, это крепости госпитальеров на Родосе, Линдос и Монолитос. Ну, видите, они все однотипные, да? Вот на Мальте дальнейшая крепость. И такого же типа, ну, как бы аффилированных орденов к тамплиерам. Вот, орден Монтеса, например, в Испании. Он является тоже, по сути дела, ну, как бы тамплиерской веткой. Да, вот у них замок Пенисколя, тоже такого же типа, огромный, очень укрепленный. Ну, так, для анекдота, там будет укрываться римский папус-хизматик по прозвищу Папа Луна, да? Ну, это уже в 15 веке будет. Вот, так что, значит, госпитальеры у нас остаются там. Темплиеры переезжают в Париж. А что там вообще происходит в это время во Франции и в Италии? Да, а у нас происходит там эта драка между королем Францией. Франция у нас ведущая страна Европы и, так сказать, старшая дочь католической церкви. Да, и король Франции Филипп Красивый, он считает, что он вообще самый главный тут в Европе. И он должен все решать. Вот, а с другой стороны есть папа римский Бенефати VIII, который считает, что самый главный он. Да, и как бы они никак эту власть не подели. И доходит у них уже дело до рук в самом прямом смысле, потому что происходит знаменитый эпизод, называемый «Пощечина в Ананье». Когда, ну, это Ананье, это имение было папы римского, там недалеко от Рима, где он отдыхал у себя в имении, туда к нему приехал посланник французского короля, вместе с некоторыми римскими аристократами, в том числе представителями знаменитой семьи Колонна. Вот, и вот это вот, и у них, ну, они опять не договорились, кто главный, и стали уже друг на друга кричать. И вот один из этих Колонна, он дал папе пощечину. Ну, что, конечно, совершенно немыслимое нечто, особенно в средние века. Ну, даже сейчас-то это невозможно себе представить, а представить себе в 14 веке. Вот, и, ну, как бы никто никого не убил, но папа был так потрясен, что через пару недель умер. Но, может, ему помогли, кто его знает. И король этим воспользовался. Вот эта вся история с этой пощечной вананей. Заваруха, конечно, была жуткая. Вот, и король этим воспользовался и продвинул на трон папы римского своего ставленника, француза, французского кардинала, который стал папой под именем Климента V или Климентия. И Филипп Красивый, ну, поскольку тут уже точно он стал главным, он ему сказал так, значит, так, чтобы ты у меня тут был без фокусов, ты, пожалуйста, из Рима переезжаешь во Францию, в Виньон. Вот тебе дворец, теперь римская церковь будет находиться в Виньоне. И находился она там, надо сказать, сто лет. Филипп Красивый, он вообще так не шутил, так скажем. Вот, приезжают, значит, вот в это вот месиво наши темплиеры в 1036 году. Темплиеры, они так не шутят, да, вот, вот представьте себе, я бы хотела вам показать, ну, это вот все, что я придумала, как можно показать их появление в этом средневековом Париже, да, такой вот Париж такой маленький, все мостики застроены домиками, и вот туда въезжает эта гигантская процессия темплиеров, она гигантская и очень богатая, да, то есть впереди в белом плаще с кровавым подбоем великий магистр, за ним 60 членов капитула, потом еще 80 рыцарей, там еще, еще, еще по всем рангам, вот, и в конце, значит, едет эта вот казна, это целая там, целая огромная процессия, везут, значит, золото едет в окованном железом сундуках, а серебро едет в кожаных тюках, навьюченных на мулы. Представь себе, какое впечатление это производит на людей, которые по двум сторонам улиц стоят и смотрят, как эти темплиеры могущественные заходят в Париж, причем они идут никуда, так себе домой, да, вот в этот город, в городе. Вот, и самым последним в Париж въезжает просмоленный гроб, из-за которым идут священники в черном, и это вот гроб великого магистра погибшего при осаде Акры, графа де Божио. Ну, и там они устраиваются у себя и живут, но Филиппа раздражают страшно они, потому что, во-первых, с одной стороны, он им очень много должен, а давать ему не из чего. Он все время ввязывается в новые войны, что-то там такое устраивает, и все время деньги ему нужны, денег нету. И он думает, что как бы ему так одновременно избавиться от долга, и в то же самое время еще чужие деньги тоже к рукам прибрать. И как бы по ложному обвинению, ну, как по ложному, никто не знает, ложное оно или не ложное, но были таких два темплиера-растриги, так скажем, которые, ну, на вет такой сделали, пришли и сделали донос на темплиеров, объявили их в богохульстве, в садамии, ну, в общем, это главное, да, главное – это богохульство и садамия. Вот, и Филипп этим воспользовался и задумал сложнейшую операцию, то есть это вообще первая в истории настолько масштабная операция тайной полиции, то есть он во все районы Франции разослал, где были командыри, они были практически везде, разослал письма тайные своим сынышалям, что, значит, в одно и то же время, через месяц, он рассылает это 12 сентября, чтобы одновременно зайти и всех темплиеров схватить. Это должно было произойти утром 13 октября. Это 13 октября выпало на пятницу. Как вы знаете, распространенный предрассудок насчет 13 пятницы связан именно с этим днем. То есть считается, что это день, который приносит уже такое несчастье, что дальше некуда. 13 пятница – день, в который арестовали темплиеров. Их действительно арестовывают, причем, что самое удивительное, что темплиеры сопротивления не оказывают вообще. У них была полная возможность сражаться и победить причем. Но вот они сдались просто как бубики. Как бы почему? Это вопрос, на который тоже не совсем есть ответ. Причем их хватает. Ну, не всех. Какая-то часть убегает. Но особенно во Франции. В других странах их там, может, схватили, потом выпустили и совершенно не пытали. Ну, практически нигде, кроме Франции. Во Франции было жуткое зверство. Их, значит, схватили, вот объявили, обвинили в ересе, садами и богохольстве. И стали страшно просто пытать. Вот уж на что они были закаленные войны. Но это было вынести абсолютно невозможно. И от них требовали признания вот в этих трех пунктах. Ну, и под этими страшными пытками ты сам что угодно признаешь. Только три человека отрицали полностью. Все остальные хоть как-то, но признались. Но окончательного вердикта не выносилось. Потому что схватил их король. А папа, ну, хоть он и был у короля и ручной, но он как-то все-таки возмутился. Говорит, ну, это... Алло, вообще-то это мои тамплиеры. Они под моей юрисдикцией находятся. И не надо их, пожалуйста, трогать. Я сам решу, что с ними делать. И вот с 1037 года, 5 лет, папа с королем ругались туда-сюда. Кто же будет сидеть тамплиеров? Ну, значит, при этих вопросах под пытками было выяснено, что, ну, как записано в этих протоколах. Причем, как правило, рассказывали это младшие тамплиеры, ну, сержанты там всякие, да, которые толком не понимали, что там происходило. Да, вот они рассказывали, что в тот момент, когда рыцари принимали в орден, им нужно было плюнуть на крест и отречься от неистинного Христа. Да, потому... Ну, в принципе, что мы можем? Скорее всего, это... Так и было, да. Что это значит? Ну, скорее всего, под влиянием всяких там восточных учений, с которыми тамплиеры были в контакте, они, видимо, стали исповедовать гностицизм, о котором, я надеюсь, мы с вами будем разговаривать в новом цикле «Оккульт просвета». Потому что так в двух словах это не объяснишь. Вот, ну, условно говоря, решим, что тамплиеры исповедовали гностическую религию, в которой Христос, то есть посланник, да, мессия, он не является Иисусом Христом, которому поклоняется христианство. Ну, и от этого там весь сыр-бор происходит. Вот, затем у них был ритуал, что нужно было братьев поцеловать в губы, пупок и копчик. Ну, и, естественно, это трактовалось как садамии и мужеложество. Но, как бы, никто не говорит о том, что там происходили какие-то оргии во время этих инициаций. Ну, вот были такие ритуальные поцелуи. Ну, плюс говорится о том, что во время их богослужений они поклонялись не Кресту, соответственно, потому что Крест ни для них, ни для катаров не являлся ни в коем случае священным объектом, а наоборот. Да, то есть Крест они не признавали, а поклонялись некой отрезанной голове. Ну, условно, можно предположить, да, что это культ Иоанна Крестителя. Ну, отдельно об этом еще будем разговаривать. Вот, либо по другим показаниям они поклонялись черному коту. Опять-таки вспомним мастера Маргариту. И совсем экзотический вариант, что Богу Буфамету. Это встречается только в одном допросе. И можно предположить, что этот человек под пытками говорил Магомету, да, и просто уже там что-то неправильно произнес. Но это вошло в традицию, поэтому принято говорить о том, что тамплиеры поклонялись Буфамету, хотя никаких четких свидетельств об этом нет. Значит, с процессом у нас продолжается полный нераспериха. В 1308 году арестовывают их в Седьмом. Они дают показания. И, значит, папа борется, говорит, что это неправильные показания дали королю. Сейчас предстанете передо мной, дадите правильно. Папа их не пытает. Но в 2008 году тамплиеры почему-то это подтверждают. Вообще складывается ощущение, что у тамплиеров был какой-то свой тайный план, которым эти арестованные просто пожертвовали своей жизнью. Но, например, в 2009 году сам великий магистр начинает опять отрицать эти обвинения. И вот туда-сюда. Они все время спорят, кто это будет делать. Но в какой-то момент это Филипп красивый психанул и взял и 54 человека сжег в городе Сансе в 1310 году. Но папа тут рассердился и потребовал весь высший состав тамплиеров к себе для дачи окончательных показаний. Ну, король как-то не очень хотел их туда везти. Папа в то время находился в городе Плоте. И король их типа туда повез, но они якобы по дороге заболели. Заразный болезнь. Ковидом. Им понадобилось остановиться в крепости Шинон. Шинон и король их там в этом Шиноне запер аж на 6 месяцев. Шинон – это тоже у нас на Луаре. Вот тоже все к той же средневековой поездке относится, теоретической. Вот смотрите, какой прекрасный совершенно Шинон. Вот он с разных сторон. И они там внутри сидели в Шинонском замке и выцарапывали на стенах свои всякие вот коды, которые до сих пор не расшифрованы. Это очень интересно их смотреть. Еще интереснее расшифровывать. Только ни у кого не получается. Видите, прям все стены испещрены этими тамплиерскими кодами. В итоге король, поскольку он все-таки главный над папой, он же его победил и в авиньоне запер. Это называется даже авиньонское пленение пап. В 1312 году папа закрывает орден тамплиеров. То есть все, тамплиеров больше нет. Все имущество у них конфискуется и передается ордену госпитальеров. Они вроде как все признаются в своих грехах и их приговаривают к пожизненному заключению. И нужно сделать такой акт публичного покаяния перед собором Парижской Богоматери. В марте 1314 года великий магистр Жак де Мале и командор Нормандии Жафреда Шарне они должны, значит, там покаяться. И вдруг вместо того, чтобы публично покаяться, они берут и отказываются от всех своих показаний. Ну и тут уже Филипп Красивоин уже больше не может и говорит, что все, больше я их уже видеть не могу. На костер. Их сжигают на костре тем же самым вечером. И вот вспомним с вами, как въезжал Жак де Мале в Париж во главе этой роскошной процессии темплиеров богатейшей. И уже к костру он идет басой, на нем надет желтый льняной колпак с изображением языков пламени и чертей. И сопровождают его вовсе не его армия, а стаугольщиков и доминиканцы, то есть инквизиторов в черных капюшонах. Вот их сжигают на... Вот здесь вот, да, видите, это у нас самая стрелка острова Сите. В средние века это был отдельный островок, назывался Еврейский остров. Это потом его чуть-чуть позже приварили, так сказать, к острову Сите. И в наше время там находится такой как бы небольшой мемориал. Позвященный памяти великого магистра, потому что именно там он стоял, ну, как бы в пламени. И видите, вот здесь, это у нас вот подъем, вот тут, скажем, этот еврейский остров, а тут подъем на старый остров Сите. Тут вот лестница идет. И здесь сделана как будто бы такая гробница символическая. Это было построено в начале XX века масонами, франкмасонами, которые, как известно, являются духовными наследниками тамплиеров. Надеюсь, что мы это еще обсудим. И там проводятся церемонии, памяти, висит доска памятная. И вот для тех, кто плохо представляет себе Париж, вот хочу показать, что вот эта стрелка, то есть маленький островок около острова Сите, на нем горел костер, а вот у нас вот тут вот Лувр. То есть это совсем близко. Из этого костра был виден Лувр. И как раз вот знаменитая легенда о проклятии, ну вроде бы как, хотя Жак-де-Малеве вел себя очень спокойно и достойно, и даже когда горел, что самое удивительное. И вроде бы как из пламени костра он, глядя в сторону Лувра, сказал, что к французским королям, это у нас династия Капитингов уже идет, третья династия французских королей, он им сказал, будьте вы прокляты до 13 колена. Вот. И также он послал проклятие папе Римскому Климентию V и канцлеру Нагоре, королевскому канцлеру, который очень много способствовал гибели туплиеров. Он, правда, к этому времени уже умер, но это как бы неважно, потому что великий магистр вызвал их троих на Божий суд и сказал, что меньше через год мы все там встретимся. И действительно так и получилось, потому что это у нас происходит в марте, да, а примерно через 40 дней 20 апреля умирает папа Римский. Неожиданно совершенно. Осенью того же года умирает в полной силе Филипп Красивый, потому что падает на охоте с лошади и разбивается. Вот. Потом в итоге у него было три сына, которые должны были наследовать трон, и ни один сын не имел наследников, и прямая овец прервалась. Но все равно, конечно, короли Франции, которые сходили на трон, они были в родственной связи с Капитингами, естественно, поэтому проклятие продолжало действовать. И вот последним в этой цепи является Людоик XVI, муж Марии Антуанетта, о котором мы будем скоро разговаривать, которому голову отрубили на площади Конкорд в Париже. И вот есть такая легенда, рассказывают, что когда голова Людоика XVI уже скатилась под эшафот, и люди стали расходиться, на эшафот взошел черный человек, весь одетый в черное, и посмотрел вокруг, и сказал, «Великий магистр, ты отмщен». Продолжение следует... Продолжение следует...